Профильное предприемство Минской области летость выпустили свыше 800 тысяч тонн комбикормов для фермерских господарок. Намалюся продукция, где на внутренний рынок, все лето объемы вытворчусти планует повелить шить эту млику за кошт новых могутностей. Так, например, на Вилейском комбикормовом заводе готовы увести линию гранулявания. Процессованный с участным обсталеванием корм будет на 20% улепш засвоиваться. Шагой, как складается витаминное меню для хотней живелы, доведался Ян Пашкевич. Следим, чтобы все по процентам, все выходило согласно этого рецепта. Пермешать зерня пшеницы завсом и трохи биодобавок для смаку. На своем проционном месте оператор Вольга Широчина что день готовит деликатесы для свойской живелы. На проконце смены специалист запасить до 300 тонн комбикорму, яки одразу отвозят на фермерские господарки в области. Здесь у нас добавки, здесь тоже, ну тут зерно смешивается все и отправляется потом на емкости, где загружаются готовые продукции, загружаются машины. Что подать до стола живелы, выращают специалисты на фермах. Яныш складают рецепты комбикорму и передают их на завод. Протеины, белки, зерни и иншие биодобавки. Корм смешаю у себя одночасово до 15 корыстных микроэлементов. От семян подсолнечника. Вот, то есть получается масло, а то, что отжим от подсолнуха, это получается шрот. Он имеет протеин от 35 порядком до 45, наверное, процентов. За счет чего получается рост свиней и производительность молока увеличивается. Продукция Вилейского комбикормового завода пришлась до сподобы годованцам больше сотни фермерских господарок Беларуси. У списи постоянных клиентов, первая Минская птушиная фабрика и агрокомбинат Олегновичи у Молодежни. Комбикорм для нас очень важен. Если бы у нас кончился комбикорм, это бы повлияло сразу на нашу производительность. У нас коровы некоторые при увеличении дозы комбикорма достигает удой суточной до 50 литров. Некоторые даже единичные 56. Вот им лику и дякую, что правильно подобранному рациону харчевания, что денный надой на молочно-товарный ферме номер один складаем альтры тонны молока. Комбикорм для коров не только витаминная диета, а и смачный почастунок. Это подымает на срыжевели, а значит и якость молока. Меню для коров складает специальная компьютерная программа. Она сочет за изменой ваги и надою. С уликами этих показчиков складается диета индивидуальная для кожной живелы. После модернизации на предприемстве побачь с четырьмя зерни сховищами заявилось еще два сучасные на 2000 тонн кожная. Тут зерни пшаницы, а усажиры табу кукурузы заховываются при певном микроклимате. Плануется, что все лето на заводе появится и линия гранулирования. Вырабленный на сучасном обсталевании корм станет в неком сенсии фастфудом для живел. Будет засвоиваться до 20% лучше и худше. Производительность этого оборудования приблизительно до 15 тонн в час. У нас появится более широкий спектр выработки комбикорма. Мы сейчас работаем в две смены. Увеличится еще несколько раз объем. То есть планируем в три смены работать. А кроме Вилейского завода, в Центральном регионе вытворчестью комбикормов занимаются еще 010 предприемств. Только в минулом году они забеспечили сельские рыбные господарки с высшим 800 тысячами тонн комбинованной ежи. Ян Пашкевич и Юра Тиханович. Агентство Телиновин.